Я никогда игры не просматриваю сразу, вернее, никогда слово не подойдет, потому что случаи такие бывают, но это бывает крайне редко. Я в этом не вижу смысла, за исключением, может быть, каких-то моментов, которые я могу сразу посмотреть, там раздевалки, иногда мне интересно что-то такое, что я не успел видеть, но сейчас у меня, в принципе, вся игра перед глазами, потому что это такая вещь, которой я хочу научиться, да, и я этим занимаюсь, чтобы я видел футбол, и у меня все было не только там, где мяч, а чтобы я мог, ну, это очень сложно, это такая, в тренерском деле это такая вещь непростая. Видеть все. Ну, пока так учимся, и, в принципе, вот есть такие игры, когда больше тех моментов, которые где-то остались незамеченными, или все-таки хотелось их как бы пересмотреть. Так сегодня, наверное, почти вся игра перед глазами. 3 декабря Одесса прощалась с футболом. Ненадолго, сколько там до февраля осталось. Две игры завершали домашнюю часть осенней части сезона для черноморца. В рамках Лиги Европы, битва с Загребским Динамо, а враговых чемпионатов страны, сражение с Шахтером. Две игры, но два совершенно разных сценария, два разных результата. Но об этом чуть позже. А пока давайте узнаем о самых заинтересованных лиц у одесских футбольных болельщиков, как они оценивают итоги первой части насыщенного сезона и чего ждут от ближайшего будущего. Приятно, удивило, очень приятно. Я вот второй год живу в Одессе, сам из Донецка, и даже собираюсь прикупить на следующий год абонемент. Начинаю перекочевывать. Нет, серьезно удивили, очень приятно удивили. Ну, в целом команда, команда я доволен, по крайней мере, как болельщик, потому что, ну, где-то были, конечно, прогрехи. Ну, на самом деле я счастливый, потому что, если мы сегодня еще и Шахтер выиграем, мы, получается, выходим, по идее, со второго места. Вот. Делим первое место. Да, да, да. А, да, с первого места получается. Ну, это тоже хорошее. Даже если мы не выиграем сегодня, мы выиграем ОПСВ, по крайней мере. Я в это верю. В целом они сезон отыграли хорошо. Ну, они поднимаются с каждой игрой все на высший уровень. Бьютифл абсолютно, потому что, ну, благодаря Григорьевичуку. Это, ну, моща, что такой тренер у нас есть в Одессе тоже. Ну, что можно сказать. Осенняя часть, честно говоря, превозошла даже наши самые радужные ожидания. Даже самые радужные? Да. Надеемся, что в матче с Шахтером наши футболисты продают наши ожидания. Они ударят гражданинцом, закончат сезон. Ну, не сезон, а его осеннюю часть на мажорной ноте, чтобы хорошо выйти весной. Григорьевичуку большое спасибо. Он создал, наконец-то, в Одессе команду. Возродил ту былую славу европейских кубков баталий, да, которые мы еще помним. С Вердером, с Русенборгом, Лансом и прочими командами, которые здесь и Реал Мадрид. Благодарен руководству Черноморца, потому что благодаря руководству Черноморца на все домашние матчи футбольного клуба Черноморец приходят детки из детских домов, из приютов, из малообеспеченных семей и болеют за наш клуб. Вот и лозунг на трибуне стадиона, выполненный болельщиками моряков, недвусмысленно призывал к продолжению яркого футбольного пиршества под названием Лига Европы. Первый тайм мы провалили, в перерыве нам сделали замечания. Дали чуть напутствие и так далее, собрались, выиграли игру и мы все очень счастливы. Главный тренер сказал то, что вы, ну это не вы, на себя вы не похожи, поэтому давайте это. Если бы я знал, что вы не можете, тогда не было бы проблем, а так вы можете и можете лучше. Все вышли и стали по-другому действовать. Ничего такого не было, сказали, все в ваших руках и у вас большой шанс еще, и ПСВ проигрывала 1-0. То есть, считаю, мы собрались, сегодня показали, что мы команда. Это именно тот случай, когда результат важнее зрелищности и где-то даже качества. Что толку с ярких матчей с обилием голевых моментов, как, например, с Эндховеном и Лудогорцем? Если мы не смогли в этих матчах победить и взять важнейшие очки. И задумайтесь только, что было бы, если бы мы при полном игровом преимуществе хотя бы не проиграли в тех матчах. И кто бы выглядел тогда фаворитом в борьбе за второе место в группе? Мы или голландцы? Но это все рассуждения из серии, если бы бабушка была бы дедушкой, ну а дальше вы знаете. Что имеем, то имеем. И отмечаем, в сложнейшей игре с хорватскими футболистами моряки выгрызли таки три очка. Пусть это и кому-то и покажется нелогичным. Вспомните про Копенко с его незабвенным афоризмом. Не ищите логики в футболе. Галая Алексея Антонова и Анатолия Диденко подарили первую домашнюю победу морякам в групповом турнире нынешнего розыгрыша Лиги Европы. И надежду на продолжение борьбы. У меня была остановка такая, что при угловых я сам выбираю позицию или на дальней штанге, или на радиусе. И поэтому я решил пойти так, там черкнул мяч Бергер и сказал, что не зауминаю, а уже выбираю. Нужно было, наверное, самих себя встряхнуть чуть-чуть. Пересмотреть свою игру, свои отношения, наверное, к делу. И что, в принципе, у нас получилось, но все равно есть моменты, на которые нам еще нужно работать. Хорошая команда. Кто там списывал эту команду? Я считаю, они очков не добрали, своих очень много. Они не забивали, у них моментов очень много. В каждой игре приличная команда. И запомнилась еще вторая молодость ветерана-черноморца Анатолия Диденко, автора победного гола. Кто бы там говорил, что пора на покой? Получите, распишитесь. С приветом, Анатолий. Ничего сложновато. Надо было забить первая задача. Хорошо, что мы забили, Леха, он забил как-то так, оставалось 10 минут, по-моему, там, понеслись, побежали. Холодно на улице, поэтому пришлось бегать. А нет, ну, в принципе, игра давалась во втором тайме. Прижали их немножко, потому что моментов было не так много. Ну, развивали штрафные, по-моему, что-то золового. Хорошая реализация. Перед матчем с «Шахтером» был для меня еще один очень интересный момент. После игры с «Загребским» «Динамо» жесткой и где-то даже жестокой критики со стороны главного тренера моряков Романа Григорчука были подвергнуты ряд наших футболистов. Я пытался просчитать ситуацию, как же они поведут себя в игре с «Шахтером», не замкнутся ли в себе, не затаят ли обиду. Роман Григорчук признался, что он и сам не смог предположить, как его воспитательный мир подействует на игроков. И очень рад, что футболисты восприняли это так, как и должны были воспринять настоящие профи и мужики. Мне было очень интересно именно увидеть их в такой ситуации. Сейчас я понимаю, что эти люди поднялись в моих глазах. То есть я не то, что я раньше в них не верил или что-то такое. Но просто вот эта ситуация, я думаю, что они приобрели сегодня, в плане того, что они стали по-мужски сильнее, у них стал покрепче характер. Да, они стали более сильными, еще более сильными звеньями коллектива. И сам коллектив, наверное, тоже такой шаг для всего коллектива, он хорош. Потому что вот все, как оно произошло, оно, я очень доволен. Если и существует где-то судейский рубикон, проверка для силы духа и воли арбитров, так это игры с «Шахтером». Перейти этот рубикон, судить по закону и совести, увы, доступно немногим. Сильным людям, настоящим мужикам. А вот этот арбитр к ним не относится. Не хочется называть его фамилию, аморачать удавшийся, в принципе, праздник завершения осенней части сезона. Да и, в принципе, недостойно он того, чтобы его имя звучало в одном ряду с настоящими героями игры, с футболистами. Понятно, что уже сегодня-завтра его отмоют и обелят, и будут опять рассказывать и о морозе, и о внезапно ухудшающейся видимости. Ну, в общем, не дадут в обиду. Но, если честно, все это возвращается. Если раньше большинство болельщиков Украины не любили клуб, мягко сказано, не любили, с бело-голубыми флагами, то сегодня подобная нелюбовь все чаще направляется на оранжево-черные цвета. Это тот самый вектор развития клуба и его популяризации. Понятно, что «Шахтер» — это «Шахтер», но выигрывать он должен без посторонней помощи. Иначе зачем тогда все эти разговоры о европейскости клуба? А судья многое услышал на стадионе в свой адрес в этот вечер. И ни один мускул не дрогнул на его лице. Видимо, уже привык. А может, нравится. Ну да, болельщики там скандировали, слышно было. В принципе, они привыкли, что в Лиге Европы играем. И судейство на очень высоком уровне. И это, в принципе, видела вся страна. Поэтому нашим судям тоже нужно подучиться у них, ну, контролировать игру, ну, как бы вести ход игры под своим контролем. Сегодня немножко, конечно, судья упустил и как-то неоднозначные решения принимал. Не люблю критиковать, но если болельщики скандировали, в принципе, мы это тоже почувствовали. Роман Григорчук на мой вопрос об эмоциях в адрес судей во время матча устало улыбнулся. Тема, проговоренная сотни раз и, увы, повторяющаяся вновь и вновь. До арбитра тут мне не надо до него докриковать, ему и так доложат, что я говорю. Потому что четвертый арбитр всегда все слышит и он всегда, я думаю, что там передает. Ну, было несколько моментов, когда тут эмоции или не эмоции, но, как бы, на мой взгляд, решения были не такие, как они должны были быть на самом деле. Потому и вот это все, ну, это, знаете, составляющая футбола и, наверное, можно как-то избежать этого, можно это как-то так, знаете, может как-то видоизменить. Но в целом, видите, где-то все равно те же судьи понимают, что мы все равно вместе, мы все равно друг друга уважаем и то, что мы можем даже что-то так жестко, все, потом все равно мы в следующий раз встретимся, все равно будет все по-другому, так что, ну, работа. А вот что еще отметил после игры наш коуч? В сложный момент, когда шахтер играл вместе с судейской бригадой, его подобечные выстояли и играли. Причем так, что горняки вынуждены были в конце игры тянуть время и играть на отбой. Согласитесь, это дорогого стоит. Да, у шахтера не самая сильная сторона стандарта, но сегодня именно они принесли им пользу, и они забили гол со стандарта. Поэтому, можно сказать, что мы их упустили и не доработали в чем-то. Потому что очень обидный такой гол, когда пропускаем. Поэтому перед этим мы забили два гола со стандарта, сегодня пропустили. Поэтому сегодня нам не повезло. Имели моменты забить, пришли 0-0 и во втором тайме. В принципе, игра понравилась, думаю, болельщикам, а жаль, что не выиграли. Действительно, расстроены все очень сильно. Сегодня по всем составляющим футболам, за исключением, может быть, технического аспекта, мы выглядели прилично. Потому что я видел сегодня на поле уверенных в себе футболистов. Никаких, знаете, не было остатков тех плохих моментов предыдущей игры, в том числе и тех людей, которые больше получили критики. Они правильно подготовились к этой игре, тем более они правильно воспользовались, опять же, той же ситуацией, что мы как бы, мы можем ругать, но это не означает, что мы сразу этого игрока откладываем или что-то такое. Мы тут же ему даем шанс, чтобы он как раз показал свой характер. И футболисты в этом плане, ну, сегодня, опять же, приобрели, на мой взгляд. Что касается, там, другой составляющей, тактики, я скажу, что просто сегодня молодцы, потому что я знаю, что играй с шахтером чуть-чуть по-другому. Да, я имею в виду в плане обороны. Совсем бы все было иначе, и моментов наших ворот было бы значительно больше. Так что это такой момент, вроде бы не было моментов, ну, и не было. Но чтобы их не было, это нужно проделать очень сильную работу. Очень сильно. Здесь и двигательную, и думать, тактически быть грамотным. Так что в этом плане, опять же, я понимаю, что только позитив здесь. За исключением техники, где мы вот по началу игры, мы за счет вот этого технического брака и, возможно, каких-то неправильного выбора варианта перехода от обороны в атаку, мы теряли мячей много, больше, чем хотелось бы, и получали новую атаку в наши ворота. И потому начало игры было так, что мы очень много оборонялись, и тут же потеряли кучу сил. Эти силы могли пригодиться еще дальше по ходу игры. Очень важный матч нас ждет, и поэтому сейчас немножко отдохнуть, подумать, и уже сейчас все мысли должны быть о предыдущем матче, о следующем матче, потому что действительно он очень важен. Он даже важнее, мне кажется, не люблю делить на важный ниван, но он важнее, чем сегодняшняя игра, потому что Одесса должна и хочет увидеть весеннюю лигу Европы. А вот следующий четверг для всех одесситов – главный матч года. Матч, который может подарить нам впервые в истории клуба европейскую весну. Матч исторический, как это не пафосно звучит. Главный матч в карьере для многих игроков команды. И для главного тренера в частности. Ну да, как раз и последняя игра будет наша заключительная перед отпуском, поэтому мы на нее будем настраиваться серьезно, это по-любому. Тут уже это спорт, наверное, и тут не знаю, что будет завтра. Конечно, мы будем отдавать все силы, как сегодня. И я думаю, что если мы будем, наверное, честны перед собой и будет у нас правильное отношение к делу, то мы вполне имеем право на успех. Эта игра 12-го числа, она становится на сегодняшний день, наверное, главной игрой в этой спортивной жизни. А вот как для вас? Можно сказать, что как бы и для меня тоже, потому что в Еврокубках я играл много, в группу я выходил, ну, своей командой, а из группы я не выходил. То есть нам сейчас, у нас с ребятами, как раз, наверное, это будет, можно сказать, что это на данном этапе нашей футбольной карьеры, то это будет игра такая, где мы можем достичь наивысшего своего, скажем так, достижения. Это будет наивысшее для нас. Вспомнил интервью летнее, не могу не спросить, вы по натуре стахановец, вы так любите выполнять и перевыполнять. А, стахановцы, те, что как раньше называют. Потому что вы помните, сказали, что... Сколько лет вы шли в группу Лиги Европы? И я имею в виду, сейчас брать не этот опыт, не украинский, а опыт. Ну, видите, я, там у меня была другая ситуация, потому что я в одной команде работал, вот она была где-то вот так, что мы были под лидерами, было у нас три топ-команды, и наша четвертая команда, в которой я работал, мы только их пугали, где-то щипали, где-то в каких-то моментах очки у них отбирали, решали вопрос, кто чемпион, там, в каких-то играх отдельных. Но с ними сражаться мы не могли, потому что мы были, опять же, на разных полюсах. А с той командой, которой мы выигрывали, и там, и чемпионат, и добрались, в конце концов, до Лиги Европы, то на это как раз ушло три года. Да, мы попали в группу Лиги Европы. А сейчас вот пошли с переуполнением графика. Как вы нам вот так ощущаете? Да, нам сейчас вот про графики вообще нечего говорить, потому что нам, вы знаете, как уже группа, она заканчивается, и мы уже понимаем, что это уже и так для нас было очень-очень огромное достижение. Но, знаете, человеческий фактор и то, все, как оно складывается, ну, дает нам возможность немножко понаглеть. И мы имеем шансы, причем сейчас вот уже, видя, мы со всеми соперниками сыграли, мы понимаем, что это дело не то, что, ну, тут шанс один из ста или что-то такое. Тут шансы достаточно высокие, несмотря на то, что соперник, конечно же, силен, и учитывая то, что они еще будут играть дома. А еще? Шансы, видите? ВСПРНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВ approved!